Здравствуйте! Вы смотрите новости Севастополя в студии Дмитрий Дудко. Сегодня в нашем выпуске. Запуск дан. В селе Дальнее завершили строительство канализационных очистных сооружений. Как работает система очистки? После механической обработки наступает второй этап. Биологическая очистка, при которой удаляются органические отходы, растворенные в воде. Какие еще этапы обработки проходят сточные воды, прежде чем окажутся в реке Бельбек? Эхо войны. Больше 200 артефактов Великой Отечественной обнаружили в гротах на улице Адмирала Владимирского. Там обнаружены были такие патроны фаянсовые с лампочками где-то на 200-150 ватт. Это явно были. Стационарно крепились они там тогда. То есть помещение освещалось хорошо. На что еще наткнулись исследователи и какова дальнейшая судьба подземелий? На встречу Новому году Севастополь присоединился к всероссийской акции «Новогодний забег». Какое расстояние преодолели участники и как создавалось новогоднее настроение? «Елка желаний» – всероссийская акция помогает сбываться мечтам особых детей. К проекту присоединился губернатор. Желаю, чтобы не только на Новый год, но и гораздо чаще, но и гораздо чаще. Сколько семей получили подарки от Михаила Развожаева и какие мечты теперь сбудутся? Водяной тигр диктует свои правила. Каким будет 2022 год по звездному календарю? 2021 год – это новая точка отчета нового периода. И 2022 год он будет продолжать тенденции вот этих изменений, эпохи перемен. Для каких знаков зодиака наступающий год будет особенно удачным? И что прогнозируют звезды в эпоху Водолея? Городские власти выделили деньги для достройки семи проблемных многоквартирных домов. В них в скором времени должны поселиться люди, которые оказались обманутыми дольщиками. Причина – недобросовестный застройщик. Решение приняли на заседании правительства Севастополя. Также городские власти утвердили стратегию развития агропромышленного кластера в Севастополе до 2030 года. Какие еще темы обсудили на заседании, знает Святослав Данилов. Сразу семь проблемных многоквартирных домов достроят в Севастополе. Возводить их начинали еще в украинские времена. В процессе строительства застройщики были объявлены банкротами, а жители, которые уже вложились в квартиры, остались ни с чем. Деньги на завершение строительства выделяет федеральный бюджет. Для этого уже определён конкурсный застройщик. Кроме того, городские власти уже оценили стоимость всех работ и подведение коммуникаций. Достроить дома планируют уже в следующем году. Это дома проблемные на Остряково, 244 ЖК Остряково. И этот же жилищно-строительный кооператив на Степаняно, 9А. Всего там 5 квартирных жилых домов. И на улице Победы, 29А, ЖСК Жилком. Данное мероприятие позволит в 2022 году завершить строительство семи проблемных домов, о которых я сказал, и восстановить права около 1200 граждан, пострадавших от действий недопостройственных застройщиков. Парковка в центре Севастополя на новогодние праздники будет бесплатной. Губернатор города Михаил Разложаев поручил главе департамента транспорта разъяснить процедуру оплаты парковки в центре Севастополя. Губернатор напомнил, что уже с 3 января вступает в силу закон, который позволит штрафовать за неуплату стоянки на специальных территориях. В Севастополе в ближайшее время планируют провести инвентаризацию земель сельхозназначения. Необходимо понимать, какие участки для выращивания различных культур уже непригодны, отметила вице-губернатор Мария Литовка. Инвентаризация – один из пунктов стратегии развития агропромышленного кластера Севастополя до 2030 года. Документ поняли на заседании правительства. Такой инвентаризации давно не проводилось. И мы понимаем, что сейчас в хозяйственном обороте около 50 процентов. Но это средняя цифра, которая имеется по оперативным данным, назовем так. При этом предварительно около 10 процентов может быть непригодно. И здесь тоже требуется работа вместе с одним из подведов Минсельхоза – Федеральное государственное бюджетное учреждение, которое подобную работу проводило в 2016 году. В городе сейчас около 21 тысячи гектаров такой земли. Это пятая часть от общей площади. Основные территории – это поселки Кача, Верхнесадовая, Терновка и Балаклавский район. Около 9 тысяч гектаров – это сады и виноградники, около 8,7 – это пашня, 2,7 – это пастбища, и полтысячи гектаров – это сенокоз. Михаил Развожаев отметил, все равно город во многом будет зависеть от ввозной продукции. Здесь надеются на скорое строительство оптово-распределительного центра. Губернатор поручил там, где это возможно, привлекать инвесторов по направлению сельхозпродукции. Еще одна задача – рассмотреть возможность предоставления площадок для производства. Светослав Данилов, Андрей Тымчук, Новости Севастополя. Угрозы для окружающей среды теперь нет. По крайней мере, от сточных вод. В селе Дальнее завершили строительство канализационных очистных сооружений. В Севастополе такой объект запущен впервые. Неочищенные стоки будут проходить многоуровневую обработку. Какую именно и где в нашем городе еще появятся аналогичные объекты, узнавала Эльвина Зарипова. Данные сооружения рассчитаны на очистку 120 кубометров сточной воды в сутки. Имеют четыре этапа очистки. Первый – это механическая очистка. Это вот УФС называется устройство, фильтрующее самоочищающееся. Здесь все загрязнения крупнее 4 миллиметров задерживаются на решетке. Дальше вода попадает после решетки в усреднитель. Там усредняется по концентрацию и по объему. После механической обработки наступает второй этап – биологическая очистка, при которой удаляются органические отходы, растворенные в воде. После этого в стоки проходят вторичное отстаивание, где вода отделяется от ила. Это та же самая вода, просто отделена от активного ила. Активный ил садится вниз, вода отделяется и попадает в следующую ступень. Здесь движение воды идет снизу вверх, фильтруется через кассеты с ершовой загрузкой и попадает в резервуар чистой воды. Вот он перед нами. И чтобы наверняка вода была прозрачной и без запаха, ее обеззараживают ультрафиолетом. От питьевой практически не отличить, правда употреблять нежелательно. Это уже обеззараженная вода. Она идет через систему фильтрации этих самых, через лампы, да? Да, вот они. А, вот они. Вот, это лампы. И вот фильтр, все тонкие очистки. После него все, что крупнее, сам микрон на нем задерживается, а дальше сюда вот такая водичка. Очищенная вода будет сливаться в реку Бельбек, и это ни в коем случае ей не навредит. Методы современные и надежные. Такая система уже применяется в других городах России. Опыт перенял и Севастополь. Такой современный объект первый. Следующий, это на будущий год мы планируем ввести Косорловка с увеличением в 10 раз мощность производимой очистки. В 2024 году будет современный объект, самый главный, наш городской, это конституционные очистные сооружения Южные, уже с дополнительным стоком из Балаклавы. Это модульное здание завершили недавно. Запуск был месяц назад, правда, тестовый. Теперь испытания пройдены, и в полной мере станция заработает уже после новогодних праздников. Эльвина Зарипова, Александр Тарасенко, Новости Севастополя. Больше 200 находок времен войны обнаружили в гротах на улице Адмирала Владимирского. Подземные хранилища нашли случайно во время земляных работ. Они были полностью затоплены. Сейчас воду удалось откачать. Что удалось извлечь, знает Владислав Ивенин. Там просматривается стенка, там просматриваются швеллера тоже, которые были. По словам Владимира Александровича, о существовании грота в этом месте знали давно, но добраться до него было невозможно. Всему виной Большой Косогор и грунтовые воды. Однако ремонт улицы Адмирала Владимирского приоткрыл завесу тайны. При проведении земляных работ были найдены четыре грота. Три сухих и один затопленный родником. Севастопольский спелеолог и реставратор Анатолий Пряшников одним из первых исследовал подземный объект. Он нашел там несколько артефактов и предположил, что это мог быть госпиталь времен войны. Но сейчас, откачав воду, стало понятно, что это не так. По словам Владимира Семенова, в годы войны здесь располагался узел связи. То, что нас надолгнуло на мысль, что это был коммутатор связи, вот это вот кусок аппаратуры, которая явно действовала, судя по проводам, на телефоны тогда. На много предохранителей плавки, провода тонкие, коробка распределительная и кабели подходящие сюда. Там обнаружены были такие патроны фаянсовые, с лампочками где-то на 200-150 ватт. Это явно были, стационарно крепились они там тогда. То есть помещение освещалось хорошо. Кроме того, историки обнаружили монеты, пуговицы, чернильницу, пепельницу и даже целые гирлянды лампочек. Как говорят исследователи, все эти вещи и предметы использовались армейцами как в быту, так и в служебных целях. Нашли даже фрагменты кроватей. Это говорит о том, что радисты несли здесь постоянное дежурство. Но это еще не все. Находок было гораздо больше. Помимо военных предметов в гротах были найдены бытовые принадлежности. Так, например, вот это лезвие конька. Раньше климат в Крыму был намного суровее, поэтому они могли пригодиться. Еще один интересный экспонат – это вот эта шапочка для плавания. Она изготовлена из противогаза. То есть в каждом предмете, в каждой вещи здесь чувствуется эхо войны. Как отмечают исследователи, сейчас подземные ходы находятся в аварийном состоянии. Их ежедневно топят грунтовые воды. В таких условиях говорить о музеификации не приходится. Начнем с того, что этот объект не очень интересен с точки зрения как фортификационное сооружение или часть фортификационного сооружения. Потому что это было сделано дополнительно для дополнительных нужд штаба Приморской армии или военных вообще как таковых. Сделать с ним ничего нельзя, потому что воду не отвезти. И есть ли смысл два небольших помещения, которые находятся в аварийном состоянии, осыпаются стены, осыпается подволок. Стоит ли сделать из них какое-то музейное такое помещение? Мне кажется, не следует. Исследования будут продолжены. Все находки опишут, после чего подземелья законсервируют. Владислав Ивенин, Дмитрий Сидоренко, новости Севастополя. К другим темам. Севастопольским спортсменам в этом году есть чем гордиться. Золотая медаль пловца-паралимпийца Андрея Гранички. Футбольный клуб «Севастополь» завоевал золото Крымской премьер-лиги. И множество других достижений у наших атлетов в разных видах спорта. Кроме того, в Севастополе вновь провели праздник баскетбола, финал межрегиональной любительской лиги. А чтобы было где тренироваться, в городе продолжают строить спортивные объекты. Каким же останется в истории севастопольского спорта 2021-й? Смотрите в сюжете Святослава Данилова. Это первые секунды после золотого финиша севастопольского паралимпийца Андрея Гранички. Только что он впервые выиграл золото паралимпиады в плавании на дистанции 100 метров брасом. Какая-то свинка из праздничного чемпиона. И чемпион СП-4 в Рио. На победной для себя дистанции Граничка еще и установил мировой рекорд. Проплыв 100 метров брасом за 1 минуту 25,13 секунды. На паралимпийских играх в Токио севастополец добился высшего достижения в жизни каждого спортсмена. А еще на дистанции 200 метров комплексным плаванием Андрей Граничко взял серебро. Но сразу в Севастополь триумфатора не отпустили. В Москве его наградил орденом дружбы президент страны Владимир Путин. Спасибо всем, ребята! Спасибо за поддержку! Спустя несколько дней после триумфа плавец вместе со своим тренером Ириной Мащенко вернулись в родной город Героя. В Симферопольском аэропорту встреча спортивного героя была по-настоящему теплой. Выступала на паралимпиаде еще одна севастопольская спортсменка Ольга Долгова. Медали в паралимпийском виде спорта больше завоевать ей не получилось. Но для Ольги и для ее тренера Анны Мельниковой это все равно был бесценный опыт. Замечательная обстановка. Я первый раз оказалась в Олимпийской деревне. Абсолютно так все доброжелательно, так все весело и так все слаженно работало. Никаких задержек с автобусами, ничего не было. Организация была замечательная. И наш паралимпийский комитет организовал нам все хорошо. С нашими паралимпийцами и их тренерами встретился и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. За высокие спортивные достижения глава города наградил Ольгу Долгову и ее наставника Анну Мельникову почетной грамотой правительства Севастополя Андрея Граничку и его тренера Ирину Мащенко знаком отличия за заслуги перед Севастополем. Конечно, я был очень рад, что работа была проделана не зря. И не только не зря, но еще и, так скажем... Лучшее, что могло быть, это золото. И это золото есть. А на Олимпийские игры туда же, в столицу Японии, за месяц до Ольги Долговой поехала ее однофамилица Анастасия. Для нее это тоже стало первым участием на самых главных соревнованиях в жизни каждого атлета. Спортсменка выступала в гребле на байдарках в составе женской четверки. Наша команда вылетела в четвертьфинале. Но зато спустя всего месяц небольшим наша байдарочница стала чемпионкой мира. Золото севастопольская спортсменка завоевала в Копенгагене в паре с Кристиной Ковнер на дистанции 200 метров для байдарок-дбоек. Из Олимпийского и Паралимпийского Токио переносимся в Крым. Наша главная городская команда ФК Севастополя вновь стала чемпионом Крымской премьер-лиги. Уже в третий раз. После этого успеха клуб стал самым титулованным на полуострове. Победу в турнире моряки завоевали очень уверенно, обеспечили себе золото еще за пять туров до финиша чемпионата. А в последнем матче сезона ФК Севастополь при родных трибунах в красивом бразильском стиле победил Бахчисарайский Кызалташ со счетом 4-2. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев с огромным удовольствием вручил победителям золотые медали и чемпионский кубок. Сегодня потрясающее настроение, потому что, во-первых, выиграли в последней заключительной игре чемпионата, хотя уже досрочно стали чемпионами, но все равно до последнего боролись, показали красивую игру, порадовали болельщиков севастопольцев. Это первое. Второе, конечно, приятно получить кубок. В очередной раз Севастополь показал, что сильнейшая команда на полуострове. У клуба все впереди. Будем дальше помогать развивать материал-техническую базу, чтобы наши игроки чувствовали себя достойно. Мы постарались показать вам только самые важные события в спортивной жизни Севастополя. Победа успехов у севастопольских спортсменов в 2021-м на самом деле была намного больше. И надеемся, что в новом году этот список расширится значительно. Будут строиться новые спортивные объекты, чтобы рекорды и достижения севастопольских атлетов становились еще более громкими и запоминающимися. Святослав Данилов, Новости Севастополя. Севастополь присоединился к всероссийской акции «Новогодний забег». Ее цель – подарить окружающим праздничное настроение и сделать это в лучших традициях здорового образа жизни. В забеге участвовала активная молодежь Севастополя, в основном студенты. Но, как признаются организаторы акции, присоединиться мог любой желающий. Тем более, что пробежать нужно немного. Расстояние символичное – 2022 метра. Пробежка необычная, вместо спортивной формы – костюмы Деда Мороза. Но неизменно одно – как и всегда, есть победители и призеры. Для них подготовили специальные подарки. Главные призы, ну, всего рассчитывалось на два места. Первое – это, получается, брендовая продукция от волонтеров-медиков. Это, получается, майка. И за второе место – это кепка. Данная, так сказать, инициатива произошла вообще, в принципе, от волонтеров-медиков, чтобы провести, ну, такой финальный красивый забег и все-таки показать севастопольцам, что можно заниматься спортом, так сказать, на улице и поддерживать себя в классной форме. С Новым 2022 годом! Детским новогодним мечтам помогает сбываться ежегодная всероссийская акция «Елка желаний». Суть ее в том, что мечты особых девочек и мальчиков исполняют главы регионов и даже сам президент. По традиции к проекту присоединился и губернатор Севастополя. Несколько дней назад он снял с елки, установленной в волонтерском штабе «Мы вместе», шесть шаров. В них самые заветные желания маленьких севастопольцев, и все их глава города исполнил. Подарки вручил самые разные, от наборов сладостей до сертификатов на компьютеры, двухъярусные кровати и даже поездки. Так, одна из участников проекта Вика Канарская давно хотела отправиться в Великий Устюг, побывать в гостях у Деда Мороза. Теперь, благодаря елке желаний, такая возможность у нее появилась. Мы живем в Севастополе, снега нету, и вот Вика очень мечтала, снизить в гости к Деду Морозу, по снежку покататься в санях. И нам дали, сегодня вручили сертификат на Великий Устюг в эту поездку. Очень рады. Желаю, чтобы не только на Новый Год, но и гораздо чаще в плане Ваших путешествий справились. Я, соответственно, буду стараться тоже. Хорошо. Я вас всех еще раз поздравляю. Желаю теплого дня и исполнения всех шагов. Исполнилась мечта и у еще одного севастопольца Артема Амельченко. Он очень хотел побывать на быстроходном военном катере, который видел по телевизору. И мечта сбылась. Помогли военнослужащие Черноморского флота. О том, как это было, расскажет Ирина Шестерякова. Буквально через 10 минут с Градской пристани отправится военный катер. Так исполнится мечта 14-летнего Артема Амельченко, который попросил об этом Деда Мороза. Попросил Артем Деда Мороза. А осуществлять будут военные Черноморского флота. Ведь открытку, в которой была описана мечта мальчика, снял с елки желаний адмирал Игорь Осипов. Что происходило дальше, можно назвать новогодним чудом. Мечтание ребенка – это святое для каждого взрослого человека. По поручению командующего Черноморским флотом адмирала Осипова Игоря Владимировича, лично став Крымской военно-морской базы, исполнит желание Артема. Ожидал, но не настолько, что меня покатают. Думал, что напишу и все. А в Деда Мороза ты веришь? Ты думаешь, что он существует? Ну да. А где он живет? На Северном полюсе. Пока катер стоит у причала, его командир рассказывает Артему и его другу Саше о принципах работы судна. Ставят ленты. Выстрелы идут автоматически. Процесс наведения тоже автоматический. Как в компьютерных играх с жойстиком. Как просто? Нет. Заводи. Просто попала. Сейчас происходит процесс заведения. Наконец пришло время отправления. Противодиверсионный катер «Патрульный Раптор». Проект 03-160. Основное его предназначение – это охрана и оборона пункта базирования и обеспечение подразделения специального назначения. В данном случае – боевых пловцов. То есть задача – не пропустить диверсантов в любом направлении и при любом виде движения. Мы вышли в море на настоящем военном катере. Сейчас будет остановка и Артему Амельченко разрешать сесть за штурвал. И он почувствует себя в качестве командира катера. Пока Артему рано управлять таким судном на ходу. Но сесть на место капитана – почетно. Обычно на борту находятся еще 20 боевых экипированных пловцов, готовых к отражению любой диверсионной атаки. Но не сегодня. Конечно, страшно управлять, потому что могу не туда повернуть и нас может трясануть или куда-то врежемся. Мы возвращаемся. Теперь Артем знает, что надеяться можно даже тогда, когда твоя мечта кажется почти нереальной. Ирина Шестерякова, Александр Тарасенко. Новости Севастополя. Предновогодний благотворительный марафон «Чудо-ангелу» продолжается. По традиции, наш телеканал его проводят вместе с общественной организацией «Особых дети». С начала декабря мы делились историями девочек и мальчиков, которые отличаются от своих сверстников. Окружающий мир чувствует тоньше и эмоциональней. Перед зимними праздниками заветные мечты особых детей избываются. Сегодня расскажем, как исполнились желания четырехлетней Киры Соя. Кто стал для нее добрым волшебником, знает Анастасия Синица. Кирилл 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 2022 год уже готовится начать править балом и вносить свои изменения, диктуя новые правила. Перемен требуют не только наши сердца, но и все самые важные сферы в жизни. 2021 год это новая точка отчета нового периода. И 2022 год он будет продолжать тенденции вот этих изменений эпохи перемен. Но он будет некой такой буферной зоной, которая не будет задавать каких-то глобальных перемен. Будет продолжать, так скажем, осваивать то, что уже начато в 2021 году. Начало 2022 года эпоха водолея, которая знаменуется большими переменами в жизни большинства знаков зодиака. Так у близнецов актуализируется сфера карьеры и социального статуса. Стрельцы должны подготовиться к приятным семейным неожиданностям и благоприятному решению жилищных вопросов. Весам стоит присмотреться к своему здоровью и поработать над приобретением позитивных привычек и отказу от негативных. У ДЕВ с первых месяцев нового года на первый план выйдут отношения и работа с документами, которую не стоит откладывать на потом. Наиболее значимым 2022 год будет для таких знаков зодиака, как телец, лев, овен и рыбы. Также я бы хотела отметить для водолеев. Но для водолеев некий такой карт-бланш. Они могут использовать этот год так, как они считают нужным. То есть все будет зависеть только от них. Тогда как для тех знаков зодиака, которые я перечислила, вы можете быть втянуты в некие процессы, из которых вы по своей воле не сможете выйти. Поэтому особая рекомендация для этих знаков зодиака – не стоит бояться перемен, особенно если эти перемены давно назрели и вы к ним уже подготовились. Продуктивной будет и вторая половина года. Мраки в этот период будут в центре внимания. Карьера резко пойдет вверх, сменится и семейное положение. Перемен стоит ждать и скорпионам. Особенно в бытовой сфере также важным аспектом для них станет здоровье и рабочая атмосфера. Повезет и к озерогам. Их ждут полезные знакомства и получение важных документов, к примеру, водительских прав. Особым пожеланием для всех знаков зодиака в 2022 году хотелось бы подчеркнуть, что стоит проявлять наибольшую гибкость, расширение связей, задействовать свое обаяние, делать акцент на коммуникацию и расширение своих связей и возможностей. И тогда энергии 2022 года смогут вас щедро отблагодарить и подарить вам тот успех, о котором вы давно мечтали. Главное загадовое заветное желание помнить. Звездам верить, конечно, нужно, но каждый сам кузнец своего счастья. Алевтина Игнатьева, Андрей Тымчук. Новости Севастополя. И в завершении выпуска прогноз погоды на 30 декабря. 30 декабря в Севастополе переменная облачность. Большую часть дня солнечно, без осадков. В ночное время плюс 5. Днем чуть теплее. Термометры покажут 9 градусов выше нуля. Атмосферное давление и влажность в пределах нормы. Ветер северо-восточный. Температура воды у побережья плюс 8 градусов. И на этом наш выпуск завершен. В студии работал Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова